привет сегодня мы с вами поговорим о профессиональных шейверах шейвер это не что иное как бритва но в данном случае это бритва не для персонального пользования это инструмент для парикмахера для барбера который позволяет выполнить некоторые операции чуть более комфортно для мастера это в первую очередь использование вместо опасной бритвы то есть там побрить шею затылок на виски это сведение на нет да когда уже сводим в ноль ну и плюс удаление торчащих антеннок тоже довольно удобно выполняется этим инструментом в чем отличие от бытовых бритв тех же philips of brown of но это профессиональный инструмент поэтому главное отличие это повышенный ресурс что можно использовать течение длительного времени и она у вас не сдохнет давайте посмотрим повнимательнее в чем же у нас отличие двух конкурентов эндис и уол напомню это две главные марки для барберов в америке на не постоянно соперничают и давайте посмотрим что у них получилось на этот раз начнем с комплектации у эндис комплектация довольно аскетичная помимо самой бритвы и зарядки здесь идет одна щеточка кисточка уол целых две щетки и плюс подставка для зарядки зарядное устройство у эндис идет свое специфическое уже идет зарядка единая со всеми остальными беспроводными устройствами уол последних лет это волк супер таппер беспроводной волк magic clip беспроводной у всех у них разъем питания будет одинаковый при этом заряжать можно как напрямую шейвер так и воткнуть зарядку в подставку и до зарядки просто ставить бритву в подставку довольно удобное решение у эндис этого нет у энди зарядка только напрямую от шнура ну да невелика проблема дальше сам шейвер выполнен примерно одинаково компоновка одинаковая снабжен шейвер защитной крышечкой там и там причем защелкивается она прямо очень хлипко и легко слетит у вас сумки или еще где-то поэтому следите на эндисе она сидит поплотнее но тем не менее при достаточно легком нажатии тоже слетает брейщий элемент выполнен одинаково это две сеточки компоновка сеток одинаковая первая чуть пониже вторая чуть повыше для того чтобы было удобнее подбревать но у эндис эти щеточки эти сеточки выполнены плавающими то есть они нажимаются легко притапливаются причем они притапливаются независимо друг от друга то есть если будем какие-то там сложные контуры подбревать то будет гораздо удобнее делать это эндисом потому что у вол никаких плавающих головок нет есть просто сетка на которую если посильнее надавить она деформируется прогибается определенным образом да и в принципе может наверное лопнуть если надавить как следует кроме того у эндис перфорация сетки идет по всей ее поверхности от одного края до другого от одного края до другого заканчивается перфорация там где уже начинается пластиковый корпус у почему-то перфорация не сплошная а примерно на половину сетки то есть с этой стороны никакой перфорации нет есть красивая надпись вол а дырок в ней нет в которую пролезут у нас волосы там есть декоративная перфорация в которую ни один волос не залезет то же самое и с противоположной стороны тоже красивая надпись вол надпись дайна флекс но дырки слишком маленький для волосков то есть это будет не рабочая часть дальше головки головки само собой когда-нибудь сточатся придут в негодность их придется менять и там и там можно купить головки отдельно ценник примерно одинаковый снимаются они и что мы видим внизу а здесь у нас собственно говоря режущая часть причем уол две этих режущих головки закреплены на одной платформе поэтому они у нас сдвигаются как-то синхронно в одну или другую сторону у эндис же головки закреплены независимо друг от друга что позволяет опять же независимо двигаться и сеточка да то есть они могут наклоняться в противоположные стороны у волос все с этим печально они в принципе никак не двигаются что еще необходимо отметить волос конечно же выглядит симпатичнее как-то пластик здесь выглядит более дорого более интересно у эндис внешний вид конечно же какой-то дешевенький дешевый серый пластик с дешевыми вставками бордового цвета в принципе эндис никогда не заморачивался на дизайн в отличие от вол которые в принципе иногда их продукты только дизайном и отличаются допустим та же серия firestar которые просто красят все подряд в красный цвет и перепродают с наценкой кроме того эндис немного легче вес эндис порядка 130 грамм вес вол порядка 155 грамм разница абсолютно не ощутимо но тем не менее такое отличие есть время работы эндис 80 минут время работы вол 90 минут но и там и там это конечно же время работы сферической вакууме по факту может работать несколько меньше когда мы просто включили и поставили на стол бремя там конкретного клиента на этом пожалуй все решать вам переплатить 20 процентов и купить себе красивый вол который тем не менее не совсем функционален плане своих головок либо заплатить на 20 процентов меньше и купить не настолько понтовый эндис но с более интересной системой плавающих головок на этом будем считать обзор завершенным подписывайтесь на наш канал заходите в наш магазин вступайте в нашу группу вконтакте а пока енот постригу говорит вам до свидания пока пока до новых встреч